Украина может исчезнуть, если республиканцы не поддержат сенатский законопроект на цели нацбезопасности и будут ждать возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Об этом заявил лидер демократов в сенате Чакшумер в эфире MSNBC. Если мы не поможем Украине, Путин пройдется по всей Украине. Мы проиграем войну и через несколько лет мы можем воевать в Восточной Европе в составе союзника по НАТО. Также чиновник отметил, что слишком многие республиканцы, включая спикера Джонсона, напуганы Дональдом Трампом. Бывший президент США сказал, ну подождите, пока я стану президентом. Чакшумер отметил, что это займет как минимум год, и Украина может исчезнуть за это время. Тем временем вопросы по выделению американской помощи Украине не будет рассматриваться, пока отдельно не решится проблема границы США. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Тиму Олбер в комментарии для НВ. По его прогнозу, законопроект о выделении помощи Украине может быть проголосован в течение следующих двух месяцев. В то же время он заверил, что любая помощь как для Украины, так и для Израиля не будет оказана, пока нет решения насчет границы. По его словам, большинство представителей республиканской партии поддерживают выделение помощи Украине. Но у них сейчас есть две цели – защищать людей в Америке и открыть возможности для Украины и Израиля. Напомним, в воскресенье 4 февраля Сенат США обнародовал двухвартийное предложение о помощи Израилю, Украине и охране границ на сумму 118 миллиардов долларов, пишет CNBC. Законопроект предусматривает выделение более 60 миллиардов долларов на помощь Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и более 20 миллиардов долларов на повышение безопасности на американской границе. Также в него включены небольшие суммы на гуманитарную помощь в регионах, охваченных войной, и на оборонные операции в Красном море и на Тайване. Тем временем посол Украины в США Оксана Маркарова на своей странице в Facebook сообщила о том, что американский Сенат может в среду, 7 февраля, одобрить законопроект с дополнительной помощью для Украины. Также стало известно, что Байден витирует проект закона, который поддержали республиканцы из Палаты представителей, в котором прописано выделение помощи только израильскому государству. Субтитры создавал DimaTorzok